Ну что, мы еще один вывод сделали. Мы каждый раз учимся, наши поездки всегда нас учат такие. И вот вывод... Мы, кстати, много чему научились в Индонезии, и сейчас соблюли все правила, мы не обгорели, хотя солнце такое было жаркое. Шапки носили, не отравились, как это случилось там. Но здесь тоже произошли некоторые моменты, которые нас тоже чему-то научили. Например, когда мы едем в такие страны и берем трек, так явно мы будем коммуницировать с местными людьми. Поэтому, что нужно сделать? Первое. Нужно обязательно с собой что-то привезти. Ну или здесь купить в городе, например, конфеты для детей, сладости какие-нибудь. Либо какие-то мелкие сувениры, типа ручки, тетрадки. Ну, не знаю, все что угодно, что вот такое мелкое можно детям раздавать. Это первое. Второе. Поменять деньги на мелкие купюры. Ну, например, вот если во Вьетнаме здесь у них донги, по пять, по десять тысяч донгов, ну, даже по тысяче донгов. Тысяча донгов в деревне это очень большие деньги. Вот. Поменять на мелкие купюры и тоже отдавать людям, когда, допустим, ты их фотографируешь, или, ну, просто пообщался, они что-то тебе рассказали. Потому что они всегда это ожидают. Ожидают эти деньги. И даже некоторые, когда, знаешь, там сфотографируют, они даже злятся и говорят, раз фотографируешь, давай деньги. Вот. То есть, как бы деньги все время должны быть такие мелкие, чтобы вот такие вещи, как бы, оплачивать, грубо говоря. Вот. Мы как бы в этот раз, что мы не взяли? Мы не взяли сладости для детей, но сделали вывод. А деньги просто мы не рассчитали. Мы разменяли деньги. У нас были мелкие деньги. И мы подумали, что мы уже все, как бы, в школе отдали все, что у нас есть. То есть, все, что было, мелочь какая, мы думали, что все закончилось, а мы все эти деньги в школе прямо в бокс там у них собирают они деньги. И мы все это скинули. Вот. И по дороге шли, когда в поле увидели такую колоритную женщину, красная дза. Такой вот прям, они бреют головы. И красная, такой косынке, так красиво она вообще у нее уложена была с ребенком. Вот. И мы вроде как, хочется сфотографировать, а она такая немножко агрессивная. И сразу палкой там, хочешь сфотографировать, давай деньги. Кинжалы у них такие здоровенные. И нам еще Чи сказала, что Рэдзо, они люди очень с большой энергией, они могут наслать болезни всяким. То есть, хмонг их боятся на самом деле. Боятся сделать что-то плохо, чтобы, не дай бог, там не наслали монстров. Вот. И как бы, а мы сунулись, и у нас денег-то нету. Только доллары и такие большие. Зафотка что-то как-то не очень нам большие доллары отдавать. Вот. И как-то не очень так красиво получилось. Мы что-то там какую-то дали, и тайскую денежку. Она с удовольствием ее взяла, но не поняла, что это такое. Вот. Как-то так получилось. Вот. Это мы не рассчитали. В общем, вывод какой? Для детей еще раз, да, всякую приятную мелочь в виде конфет, шоколадок, всевозможных предметов, сувениров, ручек и прочего для детишек. Ну и для взрослых, просто такой качественный поощрение за фото, за разговоры, денежки, мелкие купюры. Вот. Вывод такой. Хороший вывод. Будем соблюдать. Да, и все это благодаря тебе. Thank you, Chi. You're welcome. Yeah.